Какие виды заработка есть в Арифлее? Как именно начисляются и распределяются деньги? Какие дополнительные системы поощрения? Первый вид заработка – это разница в 18% между дистрибьюторской ценой и потребительской, то есть каталожной, моментальная прибыль от продаж по каталогу. Хоть я и не предлагаю вам заниматься продажами, но знать-то вы должны все варианты. Может в вашей команде будут люди, которые любят продавать? Спекуляции никакой нет, эти 18% регламентированы сразу, для всех одинаково. Каталоги-то у всех одинаковые. Для того, чтобы заинтересовать людей в заработке, в личных заказах, шведы придумали вот такую денежную систему поощрений. Я приведу вам в пример таблицу для расчета вашего уровня и дохода в компании только на первых ступеньках. Лестница намного длиннее и выше, как вы видите на экране. Вот эту часть лестницы я вам покажу. Вы поймете принцип, выше просто цифры больше. Вообще любой уровень на лестнице можно перескакивать, не нужно проходить обязательно все ступени. Вы можете хоть за месяц перескочить 3-4 ступени. Зависит опять же от товара оборота вашей структуры. Вот здесь вы видите таблицу. Первая колонка – это уровни по лестнице успеха Арифлейм. Вторая колонка – это объем продаж вашей структуры. Объем продаж – это и есть товарооборот вашей структуры. Вы видите здесь условный измеритель баллы бонуса – ББ. Это единая валюта компании для удобства подсчета объема продаж всех групп, консультантов во всех странах. Так как компания работает в 62 странах мира, везде есть своя валюта. Один балл бонуса равен 0,8 доллара. Доход вы, естественно, будете получать не в баллах, а в валюте вашей страны. Уровень ваш зависит от выполненного вашей структурой объема продаж в баллах бонуса в данный каталожный период. Вот вы видите, в названии уровня стоит конкретный процент от 3 до 22. Вот столько процентов фирма вам и возвращает с ваших личных заказов. Это, во-первых, из заказов вашей структуры. Этот вид дохода называется объемная скидка. Еще раз поясню. Объемная скидка – это вознаграждение за выполненный вашей группой товарооборот на определенное количество баллов бонуса в конкретный каталожный период. Каталожный период, то есть каталог, длится 3 недели. Балл бонуса – это условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Арифлеем. Один балл бонуса равен 0,8 доллара. Объем продаж – это товарооборот вашей группы. От объема продаж считается объемная скидка консультанта. Дистрибьюторская цена – это объем продаж плюс государственные налоги. Потребительская цена – это дистрибьюторская цена плюс 18%. Возьмем простой пример. Пусть наша ветка в структуре выглядит так. У нас есть Игорь Новичок, у него еще 0%. У него есть спонсор Лена, которая пригласила его сюда, трехпроцентник. У Лены и спонсор Катя – 9%. У Кати и спонсор Петя – 9%. У Пети и спонсор Оля – 15%. У Оля – спонсор Вера – 22%. Заказ в нашем примере делает Лена. Заказ на 20 долларов или 25 баллов бонусов. Лена получит полные 3% от 20 долларов, так как она находится на этом уровне. Она получит 0,6 доллара возврата за свой заказ. Игорь не участвует в распределении денег, так как распределение поднимается от заказа выше по структуре, а не ниже. Катя, спонсор Лены, находится на 9%. Но все 9% Катя получить не может, ведь уже 3% получила Лена. Катя получает разницу между своим процентным уровнем и уровнем Лены. 9-3 – это 6% от 20 долларов. 1,2 доллара. Петя тоже должен получить разницу между своим процентным уровнем и процентным уровнем Кати. Но не на одном уровне. 9-9 – это 0, поэтому конкретно с этого заказа Петя не получит ничего. Оля получает разницу между своим процентным уровнем и процентным уровнем Пети. 15-9 – это 6% от 20 долларов. 1,2 доллара. Вера получает разницу между своим процентным уровнем и уровнем Оли. 22-15 – это 7% от 20 долларов. 1,4 доллара. Теперь давайте просуммируем все выплаты, которые должна сделать компания за этот конкретный заказ по структуре. Если все сложить, получается 4,4 доллара. А это и есть 22% от 20 долларов. Вы увидели, как распределяются деньги за конкретный заказ. Это всего лишь один небольшой заказ одного человека из структуры. Помните, сколько человек мы считали в предыдущих примерах? И заказы-то делают все. К примеру, вы находитесь на уровне 12%. Это значит, что с каждого вашего заказа фирма вернет вам 12%. Но это касается только ваших личных заказов. Как именно считается процент с группового товара оборота? Представьте, вот есть вы, и вы пригласили в бизнес трех человек, как мы и разбирали с вами раньше. Каждый из них также пригласил людей. И они приглашали людей. Структура достаточно длинная, но сейчас нас не интересует количество человек в ней. Пусть в вашей первой линии будут такие консультанты – Марина, Катя и Денис. Вот все люди, находящиеся под Мариной, их там может быть сколько угодно, 100, к примеру, сделали заказы. И суммарно получилось, что все они накупили продукции на 2500 баллов бонуса. Это групповой товарооборот Марины. Если посмотреть в таблицу, мы видим Марина на уровне 12%, так как 2500 баллов бонуса лежат в промежутке от 1800 до 2999 баллов. Пусть все люди под Катей суммарно в этом каталоге сделали заказов на 5000 баллов бонуса. Смотрим таблицу. Катя находится на уровне 18%. Пусть все люди под Денисом сделали суммарно заказов в этом каталоге на 10000 баллов бонуса. Денис на уровне 22%. Для того, чтобы посчитать ваш групповой товарооборот, нам нужно просто просуммировать товарообороты группы лидеров вашей первой линии. Итак, ваш групповой товарооборот составляет от Марины 2500 баллов, от Кати 5000 баллов, от Дениса 10000 баллов, вместе 17500 баллов бонуса. Ваш групповой товарооборот. Вы скажете, этот товарооборот сделали не вы, что вы просто наживаетесь на других людях. Ничего подобного. Именно вы пригласили в этот бизнес этих троих людей. Именно вы их обучили. Именно вы помогли им в построении их структур. Вы проделали в полной мере вашу организационную работу. И она должна быть оплачена. Не было бы вас, не было бы и этих людей, и этого товарооборота в 17500 баллов бонуса, в которых заинтересована фирма. Вы на уровне 22%. Но полные 22% с каждой ветки вы не получите. Вы получите разницу между вашим процентным уровнем и процентным уровнем каждого лидера первой линии. Почему считается эта разница, а не все 22%? Вы уже поняли, фирма выплачивает 22% комиссии за любой заказ и распределяет его по той ветке структуры, в которой он был сделан, снизу вверх. Так, с ветки Марины вы получите 22-12, 10% от 2500 баллов, либо от 2000 долларов, это 200 долларов вашего дохода. С ветки Кати вы получите 22-18, 4% от 5000 баллов, или от 4000 долларов, 160 долларов вашего дохода. Кстати, Катя, Марина и Денис получают деньги с их групповых товарооборотов так же само, по такой же формуле. И самое интересное, ветка Дениса. С ветки Дениса вы должны опять же получить разницу. 22-22 от 10000 баллов, 0%? Непонятно. Растили-растили ветку, помогали-помогали, и допомогались на свою голову, теперь ушли в 0? Вы можете сейчас подумать, зачем мне такие, как Денис? Я лучше себе буду набирать таких, как Марина, а то и таких, чтобы на меньший уровень выходили, чтобы разница с процентным уровнем была больше. Но давайте разберемся до конца с Денисом. Неужели вы так упорно работали, чтобы в конечном итоге остаться с носом? Нет. И фирма это прекрасно понимает. Что если ей нужны люди, которые делают товарооборот не тысячу, не две, а, как в нашем примере, 10 тысяч и больше, то ей нужны и те, которые могут пригласить и обучить таких людей. Так вот, за таких, как Денис, а именно лидеров вашей первой линии, вышедших также на уровень 22%, вам будут доплачивать отдельный вид дохода – пожизненные 5% от всего его группового объема продаж. Думаете мало? Давайте просто посчитаем. 5% от 10 тысяч баллов, а именно 5% от 8 тысяч долларов – это 400 долларов. И просто сравните, какие люди вам более выгодны. 400 долларов от 22% группы или 200 долларов от 12% ветки? 400 все же в два раза больше, согласитесь. А если групповой товарооборот Дениса будет не 10 тысяч, а 110? А он таким будет, просто со временем. Вы все равно получите 5%. Можете сами посчитать, сколько это будет. Копнем глубже, ведь и под Денисом, и впоследствии под Мариной, Катей, вышедших немного позже на 22%, тоже будут вырастать новые 22% лидеры, ведь все хотят зарабатывать побольше. Так вот, с нижних таких директоров, консультант, вышедший на 22% и закрепивший свой уровень на них в течение 8 каталогов, приобретает звание директор. Так вот, с директоров второй линии вы можете получать 2% со всего их группового товарооборота. Вы можете сейчас подумать, ну 2% – это ведь совсем не серьезно. А если под Денисом, Мариной, Катей, вглубь по структуре, будет по 40 директоров, у каждого групповой товарооборот минимум 7,5 тысяч баллов бонуса. Посчитайте с 40 таких групп по 2%, просуммируйте, вы увидите, о каких суммах идет речь. Это не все бонусы, которые выплачивает компания. Вы будете получать проценты с директоров и третьей линии, четвертой, пятой, шестой. Опять же, чтобы не нагружать вас еще и этой информацией, вы можете просто попросить у меня маркетинг-планки и увидите все эти цифры своими глазами. Есть очень четкая технология начисления всех этих бонусов. В этом быстро разберетесь. Это самое легкое. Деньги любят все, поэтому все готовы разбираться во всех тонкостях их начисления. Ну и, конечно, премии и поощрения. Когда вы сами вышли на 22%, закрепили свой уровень, вы директор, у вас не просто зарплата хорошая, вам дадут премию в 1000 долларов, вы поедете на банкет директоров абсолютно бесплатно, на шикарное и грандиозное мероприятие, где вас поздравят на сцене. Это будет ваша минута славы. Если под вами выросло 2 директора, то вас назовут золотым директором. Вы получите премию в 2000 долларов. Опять же, банкет директоров. Туда вы ездить будете постоянно. А плюс к этому путешествие на золотую конференцию «Арифлейм» абсолютно бесплатно за счет компании. К примеру, прошлая конференция была в Париже. Абсолютно бесплатно наши золотые директора отдохнули в Париже целую неделю в лучших условиях. Премии постоянно увеличиваются, как вы видели по таблице. Количество поездок в год тоже. Вы можете в Ютубе посмотреть видеоролики с банкетов директоров золотых бриллиантовых исполнительных конференций. К такой жизни невозможно остаться равнодушным. Еще один денежный момент. Как же именно эти деньги будут попадать к вам в руки? Для того, чтобы получить эти деньги на руки, вам необходимо будет открыть предпринимательство и лицевой счет в банке, заключить договор с компанией «Арифлейм» о предоставлении ей услуг, каких я вам уже рассказывала подробно в первых двух видео, уже в качестве предпринимателя. Как вы знаете, стаж работы предпринимательской деятельности считается, как и на работе по найму. Налоги все вы будете выплачивать сами и в пенсионный фонд, и в подоходный налог. Вот вам и государственная пенсия, за которую многие люди так трясутся – и стаж, и законность. Сразу после регистрации в компании не нужно еще заключать никакие договора и открывать предпринимательство. Нет, вы сделаете это примерно на уровне директора, то есть 22%, когда поступающая вам сумма будет уже достаточно значительно, чтобы заплатить с нее налоги и чтобы вам осталось столько, сколько вы хотите. До момента открытия предпринимательства весь ваш доход будет приходить на ваш номер консультантов компании. Вы будете видеть это на официальном сайте Ariflame под вашим паролем. Эти деньги вы будете использовать для оплаты ваших личных заказов. Они не сгорают, никуда не деваются, а просто накапливаются до момента открытия предпринимательства. В некоторых странах их можно обналичить, в некоторых нет, тогда вы просто будете использовать их для оплаты личных заказов, пока не исчерпается накопленная сумма. В следующем видео я расскажу вам возможные сомнения, ваши возражения, которые могут возникнуть у вас при просмотре этих роликов, какие-то терзающие вопросы, и отвечу на них.